Добрый вечер всем, подскажите, пожалуйста, как меня видно, слышно, вы можете использовать чат для этого, отлично, вижу, что появились плюсики. Смотрите, по ходу вебинара вы можете задавать вопросы, используя данный чат, на вопросы я постараюсь ответить после окончания вебинара. И, соответственно, тема нашей сегодняшней встречи – это как управляться с данными, и основная тема – современные, соответственно, платформы по работе с данными в облаке. Итак, какой же должна быть современная платформа по работе с данными в облаке, какой мы ее видим? Прежде всего, она должна решать задачу подключения разнообразных источников. Это могут быть как традиционные реляционные базы данных, так и, допустим, какие-то, возможно, IT-нагрузки и так далее. Далее платформа должна уметь обрабатывать различные типы данных, поэтому могут быть там структурированные, не структурированные данные. При этом, когда вы строите пайплайны по обработке данных, вам, естественно, понадобятся продвинутые оркестраторы. Мы видим такой сценарий, что когда вы только начинаете строить свое хранилище, есть тенденция, что люди сначала используют крон, ставят там свои джабы на расписание в кроне. Но по мере усложнения ваших ETL-потоков необходимо использовать продвинутые оркестраторы, о них я расскажу далее. Также по мере роста в объеме вашего хранилища вам понадобятся каталоги данных и метаданных для того, чтобы облегчить работу вашим пользователям, для того, чтобы пользователи могли наиболее эффективно использовать ваше хранилище, которое вы построите. При этом в современном мире мы видим все больше акцент на соцсервис, на демократизацию доступа к данным. И он выражается в том, что традиционный подход заключается в том, что вы запрашиваете доступ к данным, после этого только начинаете с ним знакомиться. Современный подход предполагает более гибкий, он более гибкий, и, соответственно, для этого, опять-таки, для решения этой задачи используются в том числе каталоги метаданных. И также уже прошли те времена, когда вы могли дать своим дата-сайентистам, дата-инженерам просто Jupyter Hub, они пишут в нем какой-то код, проводят эксперименты, а далее, там, спустя несколько месяцев возникают проблемы, как вывести эти эксперименты в продакшн, как воспроизвести достоверно те результаты, которые были получены некоторое время назад. И, опять-таки, современная дата-платформа должна решать и эту задачу. Но прежде чем перейти непосредственно к разговору, соответственно, о платформе по работе с данными, хотел бы обсудить следующий вопрос, а как вообще возникает потребность в подобных решениях? То есть здесь важно понимать, что, естественно, бизнес всегда ориентирован на данные. И первый шаг, который, естественно, во всех компаниях сделан, это ERP и CRM-системы. Но по мере развития культуры работы с данными возникает потребность использовать информацию из самых различных источников. И здесь мы видим несколько подходов. Первый подход загружает все, до чего может дотянуться, создавая, то есть, озеро данных Data Lake. И здесь выбором номер один чаще всего становится Hadoop. То есть разворачиваем Hadoop-кластер и начинаем заливать в него все источники, до которых мы смогли дотянуться. И одна из главных проблем при таком подходе заключается в том, что наш Hadoop очень легко, наш Data Lake может превратиться в болото. При этом, опять-таки, та проблема, которую я видел во многих компаниях, по мере того, как мы старались и быстро старались загрузить и подключить источники данных, некоторые источники загрузены 2-3 раза самыми разными дата-инженерами, дата-сайентистами. Кто-то складывал себе это все в хомяк, кто-то захоронил в CSV, кто-то в паркете и так далее. Таким Data Lake очень тяжело пользоваться. И более того, оно неэффективно за счет того, что иногда до 90% данных это дубли. Ответом на эту проблему зачастую становится построение Data Warehouse, такого классического ДВХ, когда у нас все четко разложено по схемам, но мы решаем проблему до единого источника правды. Но здесь возникает следующая проблема, что, во-первых, подключение новых источников становится теперь зачастую очень медленным. То есть прежде чем загрузить какие-то данные, нам необходимо сначала их разложить, не знаю, используя Data Vault или Anchor Modeling. А вторая проблема, которую несет с собой классическое ДВХ, доступ к данным чаще всего становится очень забюрократизированным, то есть рост бюрократии. И, опять-таки, следующей ступенькой эволюции, которую видит бизнес для решения этой проблемы, является акцент на Data Governance, соответственно. И здесь уже все чаще внедряются, соответственно, опять-таки каталоги данных с задачей, опять-таки, демократизировать доступ к нашему хранилищу. И в наше облако, опять-таки, потребность в построении хранилищ данных, озер данных, она возникает у самых разных компаний, и больших, и маленьких. И мы видим, что если говорить про особенности больших корпораций, то чаще всего им требуются проверенные решения, то есть им требуется обязательно какая-то постоянная поддержка. И здесь мы видим также некоторые противоречия, которые заключаются в том, что, с одной стороны, корпорации стремятся избежать вендора lock-in, и в погоне за этим, соответственно, предпочитают использовать open-source компоненты. Но, с другой стороны, требуют проверенные решения, и вот это противоборство между классическим каким-то enterprise подходом, классическими enterprise решениями и open-source решениями требуется сделать выбор. Я сразу могу сказать, что большинство наших компонентов, которые мы используем в Data Platform в облаке, они основаны на open-source решения. И, естественно, корпорации прежде всего заботятся о безопасности. И наше облако полностью отвечает этим требованиям. У нас есть сегменты, аттестованные по 152 ФЗ, вы можете работать в нашем облаке с персональными данными. Также, если вдруг по какой-то причине вы не можете развернуть или использовать публичные сервисы, мы всегда можем развернуть наше облако, нашу платформу в варианте private cloud. При этом малые компании, средний и малый бизнес, у них совершенно другие потребности. Чаще всего у данного сегмента потребность за жестким контролем расходов, максимальная экономия, как можно быстрое, более быстрое прототипирование, то есть быстрый выход в прод и в продакшн. И при этом данный сегмент, опять-таки, предпочитает использовать большинство сервисов именно в формате... Ну, то есть в формате сервиса. Если мы используем базы данных, это базы данных как сервис. То есть если мы используем Kubernetes или Hadoop, это, опять-таки, как сервис, когда потребности в администрировании, в поддержке, их закрывает облако. То есть вам не нужно нанимать дополнительного специалиста. Зачастую в данных компаниях один или два человека отвечают за работу с данными. И, соответственно, какие киллер-фичи нашей платформы? Об элементах я расскажу непосредственно далее. А киллер-фичи платформы мы видим в том, что за счет того, что многие компоненты, большинство наших компонентов очень гибко масштабируются, вы можете начать с какого-то минимального использования ресурсов, далее по мере роста нагрузки планово масштабировать свое хранилище. При этом, если вдруг какой-то частью, допустим, каким-то элементом вы не пользуетесь, зачастую его можно остановить, при этом данные, настройки, все сохранится, но вы не будете платить за данный, за этот сервис. И из-за того, что, следующий плюс, большинство элементов, они доступны как сервис, разворачиваются в несколько кликов в облаке, вы ускоряете выход новых продуктов за счет того, что вы ускоряете как раз-таки прототипирование, вы можете быстро итерироваться, тестировать различные гипотезы, использовать для решения своих проблем самые разные элементы, комбинируя их как кубики между собой, и все это позволяет вам, соответственно, быстро решать свои проблемы, свои задачи. И мы понимаем, что хранилища данных, они не всегда измеряются в сотнях терабайтах или в петабайтах, и для относительно небольших хранилищ данных мы предлагаем классические базы данных как сервис. При этом у нас есть классические революционные базы данных, допустим, как тот же Postgres или MySQL, так и есть продвинутые системы, такие как ClickHouse, которые часто используются для построения витрин данных, или такие, допустим, как ArenaDataDB Cloud. Это горизонтально масштабируемая интересная система, которая предназначена для лап-нагрузок, и я о ней расскажу подробнее далее. Большинство перечисленных баз, о которых я сказал на предыдущем слайде, можно развернуть в самых различных конфигурациях для DEF или тест-задач. Вы можете их развернуть в варианте Single Instance. Если вы выходите в Production и вам нужно максимально отказоустойчивое решение, вы можете развернуть кластер буквально в несколько кликов, при этом у вас будет там мастер, синхронная реплика, синхронная реплика. Эти реплики можно разнести по разным дата-центрам для максимальной устойчивости. Точкой входа в кластер будет служить отказоустойчивый Load Balancer как сервис. При этом, если вдруг с одной из реплик что-то случится, Load Balancer автоматически умеет это понимать и переключиться на рабочую реплику. То есть, если вы захотите руками воспроизвести подобное решение, это, естественно, тоже возможно, но оно требует определенный уровень экспертизы и определенной трудозатраты. В облаке это возможно воспроизвести, то есть, подобный отказоустойчивый сервис построить, развернуть буквально там несколько кликов за несколько минут. И возвращаясь непосредственно, соответственно, к главной теме, к платформе по работе с данными. Здесь, на этом слайде вы видите основные элементы нашей платформы, при этом не все. Мы, соответственно, умеем подключать источники, решать задачи по обработке, хранению. При этом наша система интегрируется бесшовно с большинством распространенных инструментов для визуализации данных. Вы имеете возможность развернуть песочницы для ваших дата-сайентистов, использовать для этого такие инструменты, как Jupyter или Zeppelin. При этом они также доступны в самых различных форматах. Тот же Jupyter вы можете получить в составе Hadoop как сервис, а можете развернуть его как отдельный элемент. Для оркестрации, опять-таки, у нас доступен такой инструмент, как Airflow. Это продвинутый популярный оркестратор. При этом у нас есть NiFi. NiFi – инструмент, который реализует low-code подход. Для того, чтобы работать с ним, вам не нужно быть экспертом, скажем, в питоне или скале, построить ETL-потоки в NiFi можно путем, соединяя, условно говоря, между собой квадратики в визуальном редакторе, соединяя их между собой, внося настройки, задавая credentials для доступа к сервисам, к базам данным. И чем интересен этот инструмент? Тем, что мы видим, наши клиенты зачастую с использованием данного инструмента быстрее реализуют задачи по подключению различных источников и обработке данных за счет того, что им не требуются продвинутые разработчики, они могут отдавать эти задачи даже аналитикам. У нас есть отдельный воркшоп по данному инструменту. Мы проводили не так давно, мы строили аналитическую платформу там. В данном воркшопе к нему прилагается репозиторий с примерами данных, с шаблонами, с подробными инструкциями и командами, как развернуть в облаке этот и другие инструменты, и при этом выстроить полный пайплайн, начиная от подключения источника данных, преобразования данных и работе с этими данными, там в Jupyter, визуализация их в Superset. Superset – это open-source аналог табло, и он доступен в нашем облаке также как сервис. И отдельно я хотел бы упомянуть, что у нас есть собственная платформа для решения IT-задач, то есть для подключения IT именно источников данных. Если вдруг вы работаете именно в промышленности, то у нас уже есть успешные кейсы. Наша платформа позволяет обрабатывать сотни тысяч источников именно в реал-тайме с применением машинного обучения, с визуализацией, подключая, говорю, практически любые источники. То есть эта платформа не только коннектится к каким-то IT-источникам, но также может подключать классические базы данных. При этом, чем еще здесь интересно, там уже есть встроенные наборы для визуализации полученных результатов. Платформа разделена, там реализует уже внутри себя из коробки концепцию горячего и холодного хранилища данных. Вы можете проводить анализ, представим, что у вас есть опять-таки вот эти сотни тысяч источников, вы накопили данные за несколько лет, и вы можете, опять-таки, практически в режиме реал-тайм применять модели машинного обучения или продвинутые какие-то модели анализа на всем горизонте хранения. То есть это интересная фича. И при этом данное решение интегрируется с такими, опять-таки, классическими платформами уже, как тот же Hadoop. И, возвращаясь к преимуществам облака в части хранения данных, в облаке есть такой инструмент, как S3. Он как сервис, то есть Simple Storage. И чем он интересен? Тем, что это, по сути, распределенное, реплицированное хранилище данных. Когда у вас идет речь о построении Data Lake, о хранении сотен терабайт или даже 500, метабайт. Чем здесь интересен S3? Тем, что он при решении подобного рода задач, когда мы строим действительно гигантское хранилище данных, обычно первый выбор – это HDFS. Но вот как раз-таки чем здесь интересен S3? Что он позволит вам заменить HDFS, но при этом он практически бесконечно горизонтально масштабируем. То есть для вас он выглядит как бесконечное хранилище. При этом он также очень отказоустойчивый, то есть за счет репликации, множественной репликации данных, разнесения по множеству дата-центров. Но и дальше его следующий плюс – он дешевле HDFS. То есть при классическом хранилище данных, построенном на Hadoop, если вдруг у вас закончилось место в вашем хранилище, в вашем озере данных, вам необходимо будет добавить новую ноду. Добавляя новую ноду в кластер Hadoop, вы добавите не только, естественно, там storage диски, но вам, естественно, придется добавить и ядра, то есть compute, условно говоря, слой вычислений. То есть каждая нода в Hadoop, она всегда выполняет сразу и storage, и compute функцию. Но при этом, возможно, вам не нужно было как раз-таки решать задачу добавления ядер. Вам хватает и текущей вычислительной мощности кластера. Получается, вы будете переплачивать. Или ситуация ровно наоборот. У вас storage в вашем Hadoop-кластере, объем данных, объем хранения вас полностью устраивает, то есть вы вписываетесь, но вам не хватает ядер, потому что ваш data scientist запускает какую-то нагрузку, не знаю, на тысячи ядер. Для того, чтобы решить эту проблему, опять-таки вам придется масштабировать Hadoop-кластер, добавлять эти ядра, которые будут, во-первых, скорее всего, большую часть дня простаивать, потому что вы их зарезервировали именно под пиковую нагрузку. А второй момент, добавляя эти ядра, вам опять-таки придется скейлить диски. Опять, с точки зрения именно экономической эффективности, это не очень интересное решение. S3 в этом плане гораздо интереснее, потому что он как раз-таки позволяет реализовать гибкую архитектуру, разделение слоя хранения и слоя вычисления и независимого масштабирования данных слоев. И когда мы реализуем данную концепцию разделения на слои данных, соответственно, мы понимаем, что не все вы данные будете хранить в S3. То есть в рамках данной концепции мы можем именно холодные данные, к которым вы обращаетесь, не знаю, раз в неделю или раз в месяц, вынести в S3. Это могут быть те же, не знаю, архивы в паркете или орке. Теплые данные, с которыми вы работаете ежедневно, они у вас так и останутся в вашем HDFS, в вашем Hadoop-кластере. А горячие данные, к которым вам нужны секундные или миллисекундные задержки, вы можете вынести в MPP-систему. При этом в облаке реализованы коннекторы, интерфейсы, которые позволяют обмениваться этими данными на высоких скоростях, то есть используя именно параллельную обработку данных, не перекачивая их в один поток. А MPP-системы, о которых я расскажу сейчас буквально уже совсем скоро, на следующих слайдах, они предоставляют удобный интерфейс для доступа к этим данным. То есть вам не нужно ходить отдельно в S3 или в HDFS или в WebMemory-систему за каждым новым кусочком данных. То есть у вас будет единый интерфейс, единое окно входа. И как это выглядит? Как я уже сказал, у нас холодный слой, допустим, S3 или HDFS, также можно рассматривать как холодный, в качестве теплого и единой точки, теплого слоя и единой точкой входа у нас служит Arena DataDB, ADB Cloud. И горячие данные, как миллисекундные задержки, могут быть размещены, допустим, в том же Тарантуле, который вы также можете получить в нашем облаке как сервис. И чем, опять-таки, еще интересно Arena DataDB в облаке? Тем, что, используя эту систему, используя ее фичи, вы можете реализовать ELT-паттерн в облаке. Когда вы создаете External Tables, внешние таблицы, то есть ADB будет смотреть на данные, которые хранятся в других системах, при этом она будет иметь к ним доступ, и вы будете иметь к ним доступ. И сможете работать и обрабатывать эти данные, используя стандартный SQL, если вам интересно. Либо используя продвинутые средства обработки, потому что ADB также поддерживает и работу с данными, используя тот же Python, используя ваши любимые библиотеки, которые используют машины обучения. Но чем здесь интересен именно SQL? Тем, что SQL – это наиболее дешевый язык доступа, в том плане, что специалисты, ну, чаще всего буквально все специалисты, которые работают с данными, они знают SQL. Если мы говорим про Scala или Python, то есть это уже, условно говоря, более глубокая экспертиза требуется. Так вот, используя ADB, используя такой компонент, как PXF, Platform Extension Framework, вы можете реализовать в облаке виртуальное хранилище. Когда у вас часть данных хранится в самой ADB, ADB – это горизонтально масштабируемая система на базе Postgres. И то, что она на базе Postgres, это огромный плюс. Почему? Потому что, во-первых, уже есть огромное количество там драйверов и коннекторов для работы с Postgres, для того, чтобы там, условно говоря, читать данные или заливать данные с Postgres. То есть, работая с ADB, вы фактически как будто работаете с Postgres. Но чем интереснее данная система, тем, что она умеет горизонтально масштабироваться. То есть мы можем начать буквально с трех нод небольшого размера, далее у нас вырастет нагрузка, у нас вырастет объем данных, мы сможем добавить в кластер ArenaDataDB новые ноды и, соответственно, обрабатывать больше объем данных. При этом масштабирование, оно практически линейное, то есть если у вас было три ноды, вы добавили еще три, вы получите там в два раза большую, почти в два раза большую производительность. И чем интересна эта система, что вот данный компонент PXF, он позволяет в параллели, именно параллельно, не в один поток, коннектиться к другим системам, которые соединятся с другими системами, которые имеют в своей основе тоже схему кластер, такими, допустим, как Hadoop или, не знаю, SubHana. Это тоже, да, мы видим у себя достаточно частый сценарий, когда подключают такие корпоративные источники хранилища, источники данных, как SAP. Либо, допустим, у вас есть Oracle, то есть мы можем забирать данные из Oracle, либо, чем здесь интересен, вот сценарий, что ваши данные могут остаться в вашем любимом SAP или Oracle, но они в то же время будут доступны вашим аналитикам, вашим Data Scientist для доступа из Arena DataDB. При этом интересная фича этой системы следующая заключается в том, что у вас может быть одна таблица, но в этой таблице разные партиции будут храниться в разных системах. И для пользователя, который будет обращаться к данной таблице, скажем, это у нас таблица клиенты, в которой данные за 2019 год хранятся в SAP, за 2020 год, допустим, они хранятся в Arena DataDB, а за последний самый день они хранятся, не знаю, предположим, в клик-каузе или Oracle. Так вот, когда вы напишите запрос к данной таблице clients и укажете where, и укажете конкретную дату, конкретную партицию, то ADB автоматически сходит в нужный сегмент, в нужную систему, либо обратится к тем данным, которые хранятся внутри этой системы ADB Cloud. И отдаст их пользователю. То есть и ваш пользователь даже может не знать, не догадываться о том, что конкретно вот за этими данными сейчас он сходил в ходу. А если он написал чуть другой запрос, за ними он сходил в SAP HANA. Это очень интересная особенность. Мы видим, что она интересна нашим клиентам. При этом данное решение абсолютно production ready, отвечает всем требованиям по безопасности, по разграничению доступов как на уровне, то есть доступов к данным, так и на уровне доступов к ресурсам, когда вы можете нарезать для конкретных рабочих нагрузок, для конкретных пользователей нужный пул ресурсов, для того, чтобы они там своим запросом, условно говоря, не заняли всю систему. Чем далее интересно облако и какой следующий тренд мы видим именно при работе с данными? Вынесение компонентов, различных компонентов Hadoop в Kubernetes. И почему здесь вам стоит использовать облако? Почему? Потому что Kubernetes у нас доступен как сервис. Для того, чтобы развернуть Kubernetes и использовать его, вам не нужно быть администратором. Мы решили уже огромное число проблем. Он разворачивается, опять-таки, для вас просто через UI в несколько кликов. При этом, если мы говорим о использовании того же Spark, чем интересен Spark в Кубере? Опять-таки, вам в течение дня нужно обработать гигантский объем данных. Для этого нужно, предположим, сотни или даже тысячи ядер. Классическая задача. Нам нужен тогда, чтобы решить эту задачу классическим путем, нам нужен Hadoop-кластер, в котором запустится этот Spark. И нам нужно, чтобы в этом Hadoop-кластере было 1000 ядер. В Kubernetes все обстоит не так. Вы стартуете буквально, не знаю, с 10 ядер. Далее Kubernetes как сервис, он уже включает в себя такую особенность, как автомасштабирование, которое включается буквально одной галочкой. И если, соответственно, вы задали параметры джабы, что вам нужно 1000 ядер, Kubernetes отдаст Spark эти 1000 ядер, эту 1000 ядер. Далее, после того, как вы обработали, перемололи эти данные и сложили их, скажем, в тот же S3 или, допустим, в HDFS, закончилась джаба, эти 1000 ядер вернулись обратно в облако, и вы за них не платите. При этом нагрузки полностью изолированы, то есть вы одновременно параллельно можете использовать разные версии там Spark с абсолютно разными параметрами и настройками. Далее, чем интересен Jupyter Hub, если мы опять-таки выносим его в Kubernetes? Классическая инсталляция Jupyter Hub подразумевает, что у вас есть достаточно толстый сервер, на котором у вас сидят ваши десятки дата-сайентистов, и чаще всего они конкурируют за ресурсы. Это, то есть, абсолютно классическая ситуация. Если один запустил тяжелую нагрузку, там занял, не знаю, 20, 30, 50 ядер, остальным может не хватить. Здесь у вас, опять-таки, есть вопрос. Вы либо поднимаете рядом еще один сервер, либо вертикально скалируете текущий. И при этом в момент, когда ресурсы не используются, скажем, ночью ваши дата-сайентисты не работают. У вас сервер все равно стоит, естественно, он простаивает, вы за эти ядра все равно платите. Так вот, разворачивая Jupyter Hub в Kubernetes, опять-таки в момент запуска тетрадки вашему дата-сайентисту будет выделено именно столько ресурсов, сколько он сам запросит. При этом это, опять-таки, гибко настраивается, вы можете его лимитировать, не лимитировать, задать ему какой-то жесткий пул ресурсов. После того, как он поработал, опять-таки, эти ресурсы вернутся в облако, там, память, ядра, и вы не будете за это платить. Но если у вас, допустим, запустилось одновременно 10 сайентистов, и каждому понадобилось по 100 ядер, они тоже это могут получить, то есть в моменте, не мешая друг другу. Таким образом, мы получаем, соответственно, практически бесконечный скейлинг, с другой стороны, вместе с этим, экономию и вот эту функцию автомасштабирования. И если мы говорим про, опять-таки, дата-сайентистов, то, как я уже упомянул ранее, да, мы можем, если запускаем это в Kubernetes, проводить индивидуальные эксперименты, опять-таки, изолировать окружение, нагрузки и так далее. Но важно понимать, что, допустим, вы не дозрели до Kubernetes. Ничего страшного, опять-таки, тот же Jupyter Hub вы можете запустить на отдельном инстансе, он уже есть как сервис. Запустить его, опять-таки, из UI в несколько кликов. Если вы предоставляете облако именно вашему отделу сайентистов как сервис, ему понадобилось сегодня провести эксперимент, ему понадобилось запустить Jupyter, он может ему самостоятельно, не обращаясь к админу, не проходя какие-то долгие согласования, развернуть его в нужной конфигурации, с нужным числом ядер, с нужным количеством памяти. После того, как он прекратит работу с данным ноутбуком, он может его либо остановить и, соответственно, опять-таки, экономить в этот момент, вы не будете платить, либо удалить и пересоздать в следующий раз, когда ему понадобится. И продолжая тему с Data Science, опять-таки, одного Jupyter, там, хаба или лаба уже недостаточно. Вам необходимо вести, естественно, трекинг экспериментов и моделей с параметрами, там, с результатами, дальше решать задачи, вывода полученных моделей машинного обучения в продакшн. И что вам здесь предлагает облако? Вы можете развернуть CubeFlow или MLFlow. Мы рекомендуем использовать эти компоненты в облаке. И у нас, опять-таки, скоро, в следующем месяце, будет практический воркшоп, на котором мы подробно расскажем, опять-таки, с репозиторием, с примерами кода, как развернуть и использовать CubeFlow в облаке. И чем интересны эти платформы? Тем, что они значительно ускоряют работу ваших специалистов за счет, опять-таки, трекинга экспериментов и моделей, за счет хранения артефактов, слепков данных, вы сможете решать задачи воспроизводимости экспериментов, потому что мы видим, это тоже проблема, которая есть в отрасли. И плюс CubeFlow в том числе позволяет буквально в несколько кликов, в несколько строчек кода, вводить обученные модели именно в продакшн, то есть делать их доступными через REST для других сервисов, для других пользователей вашего хранилища, вашей компании. И следующий важный вопрос – каталоги метаданных. Как я уже говорил, опять-таки, они помогают демократизировать доступ к данным и через демократизацию повышают продуктивность пользователей платформы. Какую они решают проблему еще? Смотрите, по мере роста хранилища зачастую возникает проблема, когда у вас есть некий штат аналитиков, аналитик АБ 1, 2, 3. Вот первый аналитик, он эксперт в области, не знаю, сегмента клиентов, второй аналитик – эксперт по внешним данным и так далее. И когда пользователь приходит в вашу платформу, ему для того, чтобы понять, а какие данные уже есть внутри хранилища, какие таблицы использовать, а что обозначает то или иное поле, ему придется обходить этих аналитиков, тратить их время, тратить свое время. Соответственно, каталог метаданных, каталог данных, он позволяет для каждой таблицы навесить описание, теги, собрать статистику, обозначить частых пользователей, обозначить оунера данной таблицы. И тем самым пользователь, когда вы его запускаете в хранилище, он не начинает с того, что он бегает среди дата-инженеров и аналитиков с вопросами, а что же у нас уже есть в хранилище, какую таблицу использовать, а он обращается к данному каталогу и, соответственно, сам понимает, что можно использовать, а что нельзя использовать. И здесь мы рекомендуем использовать Amundsen для решения данной проблемы. Опять-таки, мы можем помочь вам его развернуть в облаке как сервис. И, подводя итог, почему же выбирают решения в облаках, я не буду зачитывать весь слайд, я на главный акцент на чем? Что, во-первых, вы снимаете с себя главные боли, связанные с поддержкой и обновлением компонентов, потому что мы за это отвечаем. Во-вторых, очень важно, что реализуем именно безопасные инфраструктуры. Для этого у нас есть множество сервисов, в том числе VPN как сервис. И, в-третьих, мы всегда можем установить наше данное решение, эту платформу, именно в формате Private Cloud внутри вашей компании, в ваших дата-центрах, и вы сможете предоставлять все описанные элементы и решения как сервис для ваших специалистов. И в этом случае, соответственно, вся поддержка, она будет на нас. У нас поддержка 24 на 7, она доступна на русском языке, при этом мы доступны, поддержка доступна в мессенджерах, отвечаем буквально в течение нескольких минут. Да, и смотрите, если вдруг вас заинтересовал любой из представленных компонентов или в целом наша платформа, вы можете связаться со мной по указанным контактным данным. Я буду рад провести для вас демо, ответить на какие-то вопросы, предоставить дополнительные материалы. Так, и сейчас перейдем к вопросам. Относительно того, что я использовал термин хомяк, да, прошу прощения, под этим я понимал папку home. То есть это частая проблема, когда дата-сайентист или дата-инженер, не желая тратить там время для того, чтобы мы создали отдельную там директорию или получил он доступ в какой-то выделенный сегмент хранилища, складывает данные, загружает данные в свою home папку. И чем это опасно? Он у вас работает год, два, три, там все эти потоки работают прекрасно, потом он уволился, начинаем чистить его, ну, соответственно, ресурсы, которые мы выделены, удаляем его home папку, у нас начинают там произвольно падать и телепотоки, которые работали перед этим стабильно годы, и вы не догадывались, что они работали, потому что обращаются к данным в папке home. так, Tarantul, Hive, Hive у нас доступен, конечно. Где, собственно, дата каталог, дата гарненс и так далее, со слайда ранее, при такой конфигурации подключаются также только источники, где происходит интеграция данных, формируется золотая запись. Смотрите, наша платформа, она, опять-таки, состоит из множества элементов. Мы не навязываем вам использование всех элементов. Интеграцию данных вы можете произвести, как, условно говоря, в том же Hadoop, используя Spark, либо там в Hadoop вы можете произвести там предагрегацию, предварительную очистку, а классическая ДВХ, в котором вы сформируете золотую запись, у вас будет находиться в ADB Cloud. Дата каталог мы рекомендуем использовать Amundsen и можем вам его предоставить за качество данных, для вопроса, допустим, обеспечения качества данных можно использовать такой фреймворк, как DQ поверх Spark. Подскажите, S3 это какой-то собственный Mail.ru S3 или Amazon S3? У нас собственный Mail.ru S3, наш сервис, при этом он полностью совместим с AWS S3, соответственно, от сервиса от Amazon, и вы можете использовать уже гигантскую набор библиотек, написанных на том же, допустим, Python, если это ваш выбор для работы из Mail.ru S3. И плюс у нас есть подробные инструкции, в том числе для каждого сервиса и в том числе для S3 с примерами кода и как работать. С помощью каких инструментов, так, насчет Data Catalog, Data Governments я ответил, с помощью каких инструментов перекладываются данные между слоями. Опять-таки, мы вам не навязываем конкретный инструмент. Перекладывать данные между слоями вы можете с помощью Nightfire, с помощью Spark, не знаю, если это какой-то небольшой объем данных, вы можете его перекладывать, эти данные с помощью, не знаю, того же Python, либо, используя ADB Cloud и PXF, используя PXF, вы опять-таки платформа Extension Framework можете очень быстро обращаться к различным слоям и, соответственно, прочитали из одного слоя, внутри ADB обработали и записали там в третий стой. Как правильно сервис каталога метаданных называется? Он называется Amundsen. Amundsen. В чем вы видите преимущество Mail.ru Cloud перед AWS, Azure и Google Cloud? Смотрите, основное преимущество заключается в том, что, во-первых, вы используете российские дата-центры и можете работать с персональными данными в российском облаке. В перечисленных вами сервисах это нельзя сделать. Второе преимущество. Мы находимся здесь, рядом с вами, в вашем часовом поясе, говорим на вашем языке и доступные 24 на 7. Если вы писали в поддержку, когда-нибудь пользовались поддержкой большого провайдера, вы знаете, что это однозначно будет не так. И плюс еще заключается в том, что за счет того, что мы более молодое облако, мы более гибкие в удовлетворении ваших запросов, в решении ваших задач. Тот же AWS, у него есть, условно говоря, уже большой, ну и уже стандартный набор компонентов AWS, и если у вас какая-то интересная задача, потребность в интересном решении, AWS не создаст для вас отдельный сервис. Про термин паркет. Паркет – это формат хранения файлов. При работе с большими данными один из стандартных форматов. Поколоночное хранение с возможностью сжатия данных и так далее. Можно подробнее почитать. Тут правильное написание паркета ниже указано. Сергей Иванов, спасибо. Паркет. Есть ли инструменты Data Lineage? Между какими ресурсами, например, если кавка как источник затем кладется, можно ли будет такой поток оттрассировать? Смотрите, для трассировки таких потоков сейчас дорабатывается как раз Амундсен, и там можно будет строить Data Lineage. Либо вы можете использовать свое решение. Решат Фазладдинов спрашивает, правильно ли я понимаю, что только компьютинг происходит в кубе Вернейтс при использовании Spark, а Storage происходит в любом из предложенных инструментов. Да, все верно, при этом вы хранить данные можете как в вашем, допустим, HDFS, либо, не знаю, в реляционной базе данных, базе данных как сервис от Mail.ru Cloud, либо в том же S3. Адб Адб реализован на локальных дисках или сетевых. Какие показатели и опция смогли выжать на первых тестах? Для этих тестов реализована поддержка Jumbo Frame Максим. Максим, смотрите, для, значит, у нас есть самые различные варианты, развертанные Адб. вы можете Адб развернуть как на локальных дисках, так и для сетевых, на сетевых в зависимости от тех нагрузок, которые у вас планируются. И показатели EOPS, знаете, у меня нет прямо сейчас под рукой показателей EOPS, но я могу вам сказать, что непосредственно создатель данной системы Arinodata тестировала в облаке под нагрузкой наш сервис и осталась полностью довольно полученными значениями тестами, проведенными тестами, и я уверен, что мы возможно даже на этот счет выпустим статью на Хабре, напишем подробнее, как у нас реализованы, какие показатели. И также Максим спрашивает, в чем преимущество использования Адб в Mail.ru по сравнению с развертым ванильного GreenPlan на виртуалках. Смотрите, преимущество в том, что вы получаете его как сервис, и когда я говорю как сервис, я говорю, что вы получаете поддержку. То есть, если вы развернете его на виртуалках, вы будете получать поддержку на уровне виртуалок. То есть, мы гарантируем, что виртуалка работает, но если на ней, допустим, вы как-то не так развернули тот же GreenPlan, либо не так его настроили, и он у вас не показывает ту производительность, которую вы хотели, мы не сможем вам помочь. Используя Адб как сервис, вы, соответственно, получаете нашу полную поддержку. Далее, мы уже реализовали, допустим, тот же сайзинг, разворачивая ADB Cloud в Mail.ru, вы получаете оптимальные настройки этой системы, в том числе оптимальный сайзинг, все создается и разворачивается автоматически. надеюсь, я ответил на данный вопрос. Коллеги, давайте я еще чуть-чуть подожду, если еще есть вопросы, задавайте. Если вдруг вы не успели задать свой вопрос, либо я на него ответил недостаточно развернуто. Опять-таки, я есть во всех мессенджерах, почта, телефон, можете, буду рад вам помочь. Так, но вопросов больше нет, поэтому я прощаюсь с вами. Большое спасибо за то, что вы были с нами, задавали интересные вопросы. Надеюсь, что Mail.ru Cloud Solutions поможет вам, мы сможем помочь в ваших задачах по работе с данными. Спасибо. А вот вижу про IT вопрос, пожалуйста, напишите, мы вам предоставим ссылку, проведем отдельный для вас по IT вебинар, воркшоп. До свидания. и Продолжение следует...